Народный артист России Александр Левенбук выпустил книгу под названием «Крошки в кармане». Это сборник небольших рассказов об Аркадии Райкине, Анатолии Попанове, Валентине Максимовой и других артистах 20 века, с которыми автор был знаком лично. Лена Мулзак расскажет подробнее. Есть вещи, которые надо вспомнить, и это не всем дано по возрасту. А есть вещи, которые, мне кажется, и молодым могут быть интересны. Ну, как получится, как повезет автору. Над изданием легендарный ведущий радионяни работал в период карантина. Это короткие заметки, воспоминания и размышления. Книжка поделена на ворчалки, в которых автор осмысляет окружающую действительность и добрые урчалки, истории больших достижений и интересных встреч, собраны в небольшие заметки. Мне кажется, эта книга будет интересна тем людям, которые любят слушать интересные байки, рассказы о интересных ситуациях, в которых сталкивались и знаменитые люди, и не очень знаменитые. Я думаю, для них, в первую очередь, кто любит хорошие истории и хорошо рассказанные истории. Сообщения в ней, заметки, как угодно называйте, короткие. Я старался, чтобы в них не было лишних слов. Удобная книжка во всем. Очень легко, надеюсь, легко читается. И поэтому можно читать с любого места. Сначала, с конца, с середины. Книги сопровождают человека чуть ли не с рождения. Они формируют мировоззрение и делают нас такими, какие мы есть. Крошки в кармане – символ того, что сделано за долгие годы. Каждая история уникальна. Автор погружает читателя в удивительный творческий мир выдающихся артистов ушедшей эпохи. Большинство всех этих историй я не читал, а просто услышал от него, рассказанное много раз. И с каждым разом они не теряют свою актуальность. Они всегда точно хорошо рассказаны и всегда вызывают море эмоций. И я всегда очень счастлив, доволен, когда мне Александр Семенович находит время рассказать какую-то очередную историю. Даже если я ее слышу в четвертый, в пятый раз, она все равно всегда доставляет приятные впечатления, удовольствия. Нравится вспоминать прекрасных людей, перед которыми, перед некоторыми я в долгу, потому что по непонятным для меня причинам я при жизни имел возможность, но не сказал им добрых слов. В маленьком издании много лет труда. Огромное количество премьер, десятки городов России, гастроли в дальнем зарубежье, радости и огорчения. И всегда поддержка друзей и любовь зрителей. Своё 88-летие Александр Левенбук встретил желанием творить и писать еще больше. В карманах автора еще много интересных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова